Привет, друзья! Это Сергей Иванов, и я расскажу вам о тех примечательных винтовках, с которыми я познакомился на международной выставке в Германии. Итальянская компания Tony System привлекла внимание своей винтовкой, на которой были установлены причудливая планка и ДТК без резьбы, который закручивался на шестиграннике прямо на ствол. А другая итальянская компания ADC уже давно зарекомендовала себя как компания, производящая высококлассные спортивные винтовки. И на предстоящем чемпионате мира мы, несомненно, увидим такие винтовки. В частности, сборная Голландии будет использовать именно их. В целом, решения, примененные на винтовках, вполне традиционны, но зато какое исполнение! Очень качественная обработка металлов, ажурное цевьё, которое вывешивает ствол, левая рукоятка на затворе и нет необходимости в задней традиционной рукоятке от R15. Для тех, кто не пользуется оптикой и стреляет в стандартном классе, установлен очень удобный диаптрический прицел. Из массы различного тюнинга для R15 я дольше всего стоял у стенда компании CMC Triggers. Я уже пользовался спусковыми крючками компании Timmy, мне они очень понравились, но спусковые крючки от CMC — это нечто. Существует одно и двухступенчатые модификации, и обе из которых отличаются безупречной, чёткой работой. Вот очень интересная винтовка, которую я видел в журналах в YouTube, где угодно ещё. Кейт Гарсия — это один из топовых стрелков США, её рекламируют всячески. В общем, это необычная действительно винтовка. Во-первых, она, можно сказать, полностью сделана из алюминия, включая приклад. Она очень точная, как говорят, ствол специально подготовлен, он по точности чуть ли не четверть муа даёт, но в ней есть интересные вещи и для спорта. Вот такой вот инсталлированный Magwell. Этот Magwell сделан из пластика, но серьёзно расширяет горловину. Разные крутые кнопки, все увеличенные, все эргономичные, под форму пальца и так далее. В ней есть такая особенность. Заряжаешь магазин, стреляешь, патроны заканчиваются, и магазин выпадает самостоятельно, для того, чтобы не тратить время на сброс. Ну, такая идея. Может быть, это даже и плохо. Но магазин закончился, патроны выпали, ты вставил новый магазин, и он автоматически досылает первый патрон, тем самым экономя время. Я вижу в этом определённые недостатки, возможно, проблемы с безопасностью даже. Но, тем не менее, это придумано, это действительно несколько ускоряет процесс перезарядки. Кроме того, здесь есть вот эти кнопки. Бог знает, как они называются. Досылатели. По-английски они называются какими-то ассистами. Короче говоря, это не только ассист, помогающий досылать патрон в патронник, но также и кнопка затворной задержки вместе. То есть, если вам нужно вставить патрон, вы можете нажать на эту кнопку, и она работает как кнопка затворной задержки. Это прикольно. По всей длине, включая заднюю часть, можно устанавливать прицельные приспособления. Кто-то любит ставить два прицела, то есть коллиматорные и оптические. Ну и, соответственно, есть крепления по всей длине для того, чтобы ставить сошки. В общем, вот такая интересная спортивная винтовка. Осенью на Московской оружейной выставке мы общались с Валентином Власенко, который показывал шасси для винтовок СВД и мелкашек. На выставке Нюрнберге он представил еще более интересный экземпляр. В этом году мы предложили на рынок прекрасное новое решение, аналогов которому, как обычно, нет нас на свете. Это микро-шасси для автоматов Калашникова, для которых ставятся на любые автоматы Калашникова, карабины Сайга 74, 43, 47 в любом калибре. Основной момент, чтобы передний вкладыш был сделан по типу АК М, и имел поперечный пин крепления ствола. То есть на АК тип 2 он не встанет, он встанет на все современные Калашники, где ствол стоит на тяг и закреплен пинал. Соответственно, что это решение дает? Ну, для начала, это прекрасный внешний вид. Длинное цевьё с вывешенным стволом. Цевьё закреплено в районе центрального узла. Единая интегрированная планка для крепления оптики, которая пристреливается на один раз и навсегда. По длине она похожа на привычное всем решение. Кочевник. Соответственно, на аэрочном кронштейне можно поставить любой прицел. Сама планка служит так же, как задним целиком для рудиментарного механического прицела. Вот эта задняя часть, которая закреплена на автомате. И цевьё, снимаемое вперёд. Газовая трубка, она, естественно, сейчас висит. Она висит достаточно свободно. То есть газблок, трубка защелкивания, и в неё проходит насквозь газовую поршень. Соответственно, в чём преимущество первое основное? Как вы видите, вот этот автомат в базовом весе 74-й весит 3250 грамм. С установленным в нашем шасси он весит 2,980 грамм. То есть мы снимаем 300 грамм цевья и снимаем этот вес в основном с передней части. То есть мы баланс вводим назад. Карабин становится более лёгким с точки зрения перемещения с мишени на мишень. Второй момент – это то, что поскольку цевьё свободно вывешено, оно не греется. Существуют две больших школы установки, собирания вообще винтовок. Первое – это цевьё ствол является силовым элементом, за который крепится фурнитура. То есть у нас цевьё в базовом автомате Калашникова, у нас цевьё и газовая трубка зажимаются на стволе, где-то вот в этом месте, железочкой, которая запирается на ствол. Что это приводит? В принципе, автомату это, конечно, не особо принципиально с его требованием по кучности, но поскольку для спортивной стрельбы мы пытаемся из оружия выжать максимум, проблема в чём, что когда идёт опора на цевьё, на препятствие или зажатие карабина, ствол у нас изгибается вместе с цевьём. То есть если очень сильно нажимать, то ствол будет искривляться, что повлияет на точку попадания. Соответственно, опять же, мы все знаем, что на автомат Калашникова достаточно сложно ставить сошки и какие-то дополнительные вещи. И третий момент, что когда цевьё прикреплено где-то к стволу, а цеви у нас сделаны обычно все из легкосплавного алюминия, цевьё работает прекрасным радиатором, который нагревается вместе со стволом. То есть у нас есть несколько точек зажима, обычно зажим идёт в районе коробки и зажим ближе к концу. И соответственно, когда мы начинаем стрелять, а в практической стрельбе мы знаем, что у нас может быть упражнение на 90-100 выстрелов длинное, например. Особенно, когда мы по два раза в мишень, да ещё с передвижениями, да ещё где-то стреляем. И все понимают, что на второй-третий магазин цевьё может нагреться так, что его становится очень сложно держать. В связи с чем, когда мы ставим вот этот кит, цевьё у нас не касается ствола вообще нигде. По той простой причине, что узел, за который монтируется, у нас устанавливается на передний вкладыш вот через этот поперечный пин и на закладную под патронником. И ствол у нас проходит насквозь, сквозь вот это вот крепление, нигде его не касается. В ближайшее время я продолжу рассказывать о самых интересных оружейных новинках 2017 года с выставки Ива. Поэтому подписывайтесь на канал и следите за новыми выпусками. Счастливо! И Hollander И Hollander О coherady В differential Э. У point Продолжение следует...